Автобусы старше 7 лет в Щелковском районе планируют заменить на новые. Такая информация была озвучена в рамках оперативного совещания районной администрации. Этого требуют изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 августа. Сейчас на 14 муниципальных маршрутах работают 89 автобусов. 11 автобусов старше 7 лет, которые принадлежат третьему мосту Ансавта. Однако у моста Ансавта есть план по обновлению парка. И до 1 августа они планируют заменить автобусы. Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартует в Щелковском районе в начале июня, напомнил глава муниципалитета Алексей Валов. Уже в конце мая начнут переоборудование 20 контейнерных площадок. Предполагается двухконтейнерная система сбора для пищевых отходов и неорганического мусора. Алексей Валов обратился к Совету депутатов города Щелково с предложением провести активную информационную работу с жителями. Я прошу, Рушан Гаярович, провести Совет депутатов. Один из элементов повестки дня – поставить раздельный сбор мусора. И персонально каждому депутату поставить и партийное, и депутатское задание, чтобы он проводил разъяснительную работу. Встречался с Советом квартирных домов, работал в этом направлении, чтобы работали с жителями. Обсудили на оперативном совещании развитие муниципальной экономики. Сейчас в реализации на территории района 17 инвестпроектов. Из них 11 в сфере промышленности, один в отрасли связи, 4 касаются сельского хозяйства, один затрагивает сферу услуг и торговли. Общая сумма инвестиций составляет 27 миллиардов рублей. Было отмечено, что особое внимание в перспективе также необходимо уделить развитию малого бизнеса. Этот бизнес микро, малый и средний должен получать всяческую поддержку, всемирную поддержку, абсолютную поддержку всех и вся. Я попрошу над этим работать. Большим подспорьем для развития в данном направлении становится работа каворкинг-центров. Помимо старта, еще один планируют открыть в бизнес-центре «Славия» до конца мая. Аналогично будет 20 миллиардов. Все аналогично, как старт и промерут. Будет отсутствие регионного предприятия. Руководство района также надеется, что еще одним крупным инвестиционным проектом в сфере культуры станет обновленная усадьба Гребнева. Как сообщил заместитель главы администрации Юрий Родионов, она была выкуплена известным ресторатором Андреем Ковалевым. Он вышел на аукцион, купил ее и готов к концу мая, если вы позволите, доложить свое видение, концепции развития усадьбы Гребнева. Также на совещании обсудили ход подготовки к строительству моста через реку Клязьма. В настоящее время там завершено обустройство бытового городка и подъездной дороги, продвигается вырубка насаждений и очистка площадки для работ. Готовятся договора для выноса инженерных коммуникаций. Было отмечено, что работы идут в графике.